МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Полина Шорохова. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повышенный интерес. Конкурс на главу района в Боровичах. Из семи претендентов остались двое. Нехлебное место. В Шимске перенесли небольшой рынок, чтобы сделать автостоянку для гипермаркета. Предприниматели заявляют, что терпят убытки, власти уверены в правоте своей позиции. Школа-вывушка готовит дни открытых дверей. В учреждении тестируются системы коммуникации, завозятся мебель и оборудование. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина с членами Федерального собрания страны, представляющими нашу область. На встрече присутствовали депутаты Государственной думы Александр Коровников и Евгений Федоров, члены Совета Федерации Сергей Фабричный и Алексей Костюков, а также председатель областной думы Елена Писарева. В своей речи Андрей Никитин подчеркнул, что сенаторы и депутаты Госдумы от Новгородской области это главные помощники региональной власти на федеральном уровне. Я думаю, мы выстроим серьезную плодотворную работу на благо жителей Новгородской области, на благо региона. И, конечно, ваша помощь и поддержка в рамках Федерального собрания, она очень важна, потому что здесь задач много, нам их вместе, совместно надо будет решать. В Боровичах прошло заседание конкурсной комиссии для отбора кандидатов на должность главы района. Как и ожидалось, оно разительно отличалось от аналогичных процедур в других муниципалитетах. Было интересно, временами жарко. Подробности у Кристины Масальцевой. В состав Боровического района входят одно городское и 10 сельских поселений. Сами Боровичи, второе по величине город-области, известны своей промышленностью. Здесь насчитывается около 30 предприятий. Местные жители давно считаются самыми ярыми борцами за свои права. Поэтому еще до начала конкурсной комиссии наша съемочная группа решила спросить у Боровичан, каким должен быть их новый глава. Прежде всего должен быть живой, ответственный, инициативный человек. Нам нужно молодого, энергичного. Зачем нам пенсионеры вон надоели? Пусть придет хотя бы 30-летний, молодой, энергичный, умный, чтобы у него было много энергии, чтобы он мог что-то делать. Не красовался на первых страницах газеты, а занимался делами. В конкурсе на должность главы Боровического района участвовали 7 человек. 20 минут отводилось каждому на презентацию своего проекта развития муниципалитета. В целом программы были похожи. Разница в приоритетах. По мнению пенсионера Василия Васильева, успех заключается в развитии экономики и поддержке производства. Бывший замглавы администрации Виктор Корленков делал акцент сразу на нескольких направлениях. Основными опорами устойчивого функционирования территории о следствии ее развития считают, что это жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и благоустройство. Впрочем, реакция некоторых боровичан на выступление этого молодого и должно быть амбициозного кандидата была категоричной. Неужели вы не даете себе отчета, что вы на самом деле не лидер, вы не вожарь, и вы так далеки от того идеала, который рисуют на себя горожане, которые наконец-то, наконец-то хотят увидеть настоящего лидера в этом городе, за которым впадет и бизнес, и общественность, и народ. Спасибо. Следующий претендент, действующая глава Боровического района, в своей программе много говорила об уже достигнутых успехах. В случае переизбрания Марина Костюхина планировала уделить большее внимание малому и среднему бизнесу решению демографической проблемы. Борис Островский, известный в области как бывший пресс-секретарь бывшего губернатора, отметил необходимость поддержки местных предпринимателей. А одна из идей проекта экс-председателя КУМИ Боровического района Ксении Черепановой добиться области того, чтобы оставлять в районе 50% налогов, а не 10%. Начальник по мобилизационной работе местной ЦРБ Игорь Швагерев основным приоритетом назвал создание комфортных условий для Боровичан, в том числе улучшение электро- и теплоснабжения района. По окончании всех выступлений приступили к открытому голосованию. Василий Лавович, кто за, прошу проголосовать. Опустили. Кто против? В результате отбор прошли два кандидата. Виктор Корленков и Игорь Швагерев. За обоих проголосовали 19 из 20 членов комиссии. Василий Васильев получил один голос, Марина Костюхина два. Бориса Островского и Ксению Черепанову не поддержал никто. Некоторым присутствующим такой исход, судя по всему, оказался не по нраву. Они начали покидать зал еще до официального оглашения результатов. Решение комиссии – это на их совести. Председатель конкурсной комиссии Владимир Варфоломеев аргументировал свою точку зрения следующим образом. Избранные кандидаты не просто обозначали проблемы, а предлагали конкретные действия. Понимаете, видеть одно привлечение инвестиций – это важно и хорошо, но на одного инвестора у нас сегодня не менее 600 приглашающих этого инвестора. Кого он выберет – это очень сложный и длительный процесс, поэтому лучше заботиться о том, как заработать деньги на своей территории. Добавим, что окончательное решение, кто станет главой Боровического района, примут местные парламентарии. Заседание районной думы намечено на 16 марта. Из Боровичей Кристина Масальцева, Петр Самусов. Новости Новгородской областной телевидении. Новгородский районный суд сегодня заочно арестовал Дмитрия Кривицкого. Напомним, Кривицкий представлял нашу область в Совете Федерации с декабря 2011 по сентябрь 2016 года. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу бывшего сенатора. Напомним, в отношении Дмитрия Кривицкого возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки. По версии следствия, в 2012 году он получил через посредника 15 миллионов рублей за действия в силу своего должностного положения в пользу взяткодателя. Местонахождение Кривицкого не установлено. Он был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В Новгородской трудовой инспекции введены дополнительные дни приема для консультации уволенных сотрудников сети магазинов «Эксперт». Напомним, в середине февраля компания «Ритек» владелец сети магазинов бытовой техники «Эксперт» объявила о закрытии торговли в связи с тяжелым финансовым положением. В нашей области закрываются 17 магазинов. Работу потеряли несколько сотен человек. Как сообщила Новгородская госинспекция труда, в ее адрес значительно выросло количество устных обращений от бывших сотрудников «Эксперта». Трудовая инспекция установила дополнительные дни приема граждан – 6, 7, 9, 10 марта – и увеличила количество сотрудников для консультаций по вопросам порядка увольнения расчетов при ликвидации организации. Также действуют телефоны горячей линии – 77-02-80, 77-04-27. Право на работу пытаются отстоять предприниматели из Шимска. Они обратились в нашу редакцию с жалобой на перенос своего рынка на новое, крайне неудобное, по их словам, место. На старом власти решили сделать парковку для открывшегося гипермаркета. Ситуацией разбиралась Юлия Бабич. На памяти местного предпринимателя Константина Белозерова борьба за покупателей была всегда. Правда, с помощью скидок на товары. А теперь в ход пошли кулаки, и драки идут уже за рабочие места. Торговых рядов без грязи и мусора на пятачке земли за гипермаркетом, по словам людей, хватает далеко не всем. Вот я сколько уже лет тут стою, вот это самое, там великолепно стояли, никому не мешали, было чисто, порядок. А сейчас смотрите, какой гадюжник там сделали. И администрация ничем не объяснила, просто они не хотят. После вчерашнего, когда люди отказались платить аренду за утопающие в грязи торговые места, утром вход и на новую площадку оказался перекрыт. Преграду установил директор рынка Сергей Сысоев, и предприниматели разбрелись кто куда. Некоторые расположились прямо на стоянке возле припаркованных авто. А появились они здесь после открытия гипермаркета. Собственно, именно поэтому и понадобилась большая парковка. Сделать ее администрация решила именно на месте, где много лет торговали местные. 16 января рынок переместили вместе с 30 постояльцами. Аренду земли перед магнитом Сергею Сысоеву продлить не удалось. Заявление я подал за два месяца, аренду прекратили, не объяснили в чем, чтобы перевезти людей на строящуюся автостоянку. Это место предоставили для автостоянки, чтобы там торговали, здесь машины ставили. Они как-то переиграли это, зачем-то это сделали. У главы района мнение по этому поводу иное. Николай Тихонович пояснил, в этом году в планах привезти площадь перед магазинами в порядок. Сделать современную стоянку для машины и пешеходную зону. У нас очень большая скучность объектов торговли. Вы видели там и движение транспорта, и машины магнит, и Великоужского. В этом месте торговали, в этом месте ходили пешеходы. Безопасность дорожного движения. Все было некомфортно и неудобно и для покупателей. Но большая часть покупателей обращает к нам с просьбой организовать нормальный доступ к объектам торговли. Это были первые просьбы, и их намного больше, чем кто там торгует. При этом Николай Тихонович отметил, будет продолжено и благоустройство перенесенного за гипермаркет рынка. А пока предпринимателям предложена другая площадка для торговли. Ее владелец даже согласился не брать арендную плату за места в течение месяца. Правда, устраивает это не всех торгующих. Говорят, места мало и здесь. Да и постоянные покупатели теряются. Глава района пояснил, администрация готова искать компромисс. Однако, не стоит забывать и тот факт, что на дворе уже не 90-е. И пора уходить от палаточной торговли в принципе. Из Шимска Юлия Бабич, Олег Федоров. Новости Новгородское областное телевидение. Областной центр сегодня днем накрыл снегопад. Впрочем, это не помешало городским службам выполнять работы по укладке асфальта. Вот такую картину наблюдала сегодня наша съемочная группа в самом центре Великого Новгорода на площади Победы Софийской, а точнее прямо напротив входа в здание областного правительства. Группа дорожных рабочих добросовестно укладывала свеженький асфальт в тающий снег или фактически в лужи. Специалисты пояснили, что современные технологии допускают подобный способ. В таком случае остается только порадоваться. Обычно принято говорить, что асфальт в нашем городе сходит вместе со снегом. На самом деле со снегом он появляется. В школе номер 36 в микрорайоне Ивушки завершены общестроительные работы. Уже завозится мебель и оборудование. С конца марта в школе планируются дни открытых дверей для родителей будущих учеников. А сегодня на ознакомительную экскурсию пригласили нашу съемочную группу. Экскурсия по новой школе начинается, как и положено, с холла. На входе уже стоят турникеты. Ребята смогут заходить сюда только по специальной магнитной карте. В фойе несколько просторных гардеробов. Шутка ли уместить верхнюю одежду сразу 1350 детей. Перемещаемся в корпус для начального звена. Здесь есть библиотека, игровая комната, несколько лабораторий и даже спальни. Ну и, конечно, удобные классы. На просторных окнах система защиты, а на батареях при необходимости можно регулировать уровень подачи тепла. Школьную доску уже установили. Здесь будет интерактивная доска. Здесь будет крепиться проектор, то есть полный комплект. Остальную мебель и наглядные материалы по классам разнесут в ближайшее время, говорит директор школы Светлана Матвеева. А вот зона для старшеклассников. Кабинеты физики, химии и биологии будут оснащены прекрасными лабораториями, откроется центр робототехники. Правда, пока дорогостоящие оборудования еще не установили. Всему в свое время. Зато лингофонные кабинеты уже готовы. Это один из лингофонных кабинетов. Их несколько. Лингофонные кабинеты, у них разные функции. В частности, такой лингофонный кабинет, это классическая форма лингофонного кабинета, в котором отрабатываются определенные компетенции по изучению иностранного языка. Светлана Матвеева с гордостью показывает суперсовременную интерактивную доску. Такой вряд ли может похвастаться кто-то еще. Учеба учебой, но нельзя забывать и о спорте. В школе сразу три физкультурных зала. Каждый оборудован специальной системой вентиляции и подачи свежего воздуха. Также есть тренажерка и помещение для занятий хореографией. Еще один важный объект – столовая с пищеблоком. Рассчитываться за еду ребята здесь будут с помощью карточек, деньги на которые им переведут родители. Более того, на специальном сайте мамы и папы смогут посмотреть, что их ребенок взял себе на обед. Самое основное оборудование, которое у нас сложное, технологическое в столовой, оно установлено все. Идут узконаладочные работы. В спортивном зале устанавливаются все конструкции, консоли под игровые виды спорта, гимнастические виды спорта. Поэтому идет такой вот, скажем, процесс уже не строительства, а установки, наладки. Ну и, конечно, не исключается в однозначно процесс это. Мы убираем, моем то, что новые здания, новое помещение. Точно известно, что в этом году в школу не будут набирать девятые и одиннадцатые классы. Зато в сентябре здесь откроются сразу девять первых. Светлана Матвеева с уверенностью говорит, что в учебное заведение возьмут всех желающих. Что же касается педагогического состава, он практически укомплектован. Большая часть преподавателей – молодые специалисты. Вероника Корпесонова, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. В Новгородском университете состоялся ежегодный конкурс «Жемчужина НовГУ». В нынешнем году участницами весеннего состязания стали шесть преподавателей и сотрудниц институтов и колледжей. Традиция выбирать из сотрудниц НовГУ «Жемчужину» появилась в университете более 15 лет назад. Ежегодно в преддверии Международного женского дня представительницы «Прекрасного пола» демонстрируют жюри свои творческие способности. У нас все желающие, у нас нет критериев, нет возрастных рамок. У нас от 22 и до 62, где принимали участницы, было такое дело. Нет определенного количества, все желающие практически могли принимать участие. У кого позволяло времени. Вот на этот раз у нас в финал вышли шесть человек. Как и всегда, участницам предстояло показать себя в творческом состязании, где они могли представить хореографические, вокальные и актерские таланты. Но главным отличием конкурса в этот раз стало то, что он был посвящен объявленному в России Году экологии. И поэтому претенденткам на титул «Жемчужины НовГУ» было необходимо сделать плакат на эту тему, а также проявить навыки модельера, сотворив костюмы из бумаги и картона. Решила поддержать, во-первых, свой колледж, где я преподаю, гуманитарно-экономический колледж. Ну, так сказать, моя инициатива была. Тем более год экологии, как бы все-таки надо. Сотрудница Института сельского хозяйства и природных ресурсов Татьяна Лаптева решила не только представить свое подразделение университета, но и участием в конкурсе побороть в себе боязнь сцены, вооружившись такой близкой ей темой. Эту тему очень тяжело раскрывать, она настолько глобальная и серьезная, что изобразить ее в таком конкурсе очень тяжело, потому что это все-таки больше развлечения, а проблемы глобальные, связанные с экологией, они очень тяжело вписываются в такие мероприятия, но мы смогли. В итоге, титул «Жемчужина НовГУ-2017» жюри присудила Анастасия Новиковой, представляющая Институт медицинского образования. Максим Широковский, Сергей Корнев, Новости, Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня интересная информация. Вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды на выходные. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok